Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую своих садокладчиков. Это Мила Витальевна, Анна Владимировна. Я рада, что вы присоединились к нашему симпозиуму, который будет посвящен проблеме лечения пациентов с артериальной гипертонией. Многие наверняка скажут, что это уже не проблема, и такой уже хорошо изученный вопрос. Но те клиницисты и медицинские работники, кто сталкивался действительно с этой проблемой, с подбором антигипертензимной терапии, с достижением целевых уровней артериального давления, согласятся с названием нашего симпозиума, как у нас называется, тяжело в лечении. Потому что зачастую такой, казалось бы, простой вопрос подбора антигипертензимной терапии осложняется многими факторами, которые мы постараемся сегодня разобрать. И помимо всего, наш симпозиум посвящен в целом лечению гипертонии, не только артериальной гипертонии, но и легочной гипертензии. Поэтому в нашем симпозиуме мы услышим доклад и по тактике ведения пациентов с легочной гипертензией. Но начинаем мы наш симпозиум все-таки с лечения пациентов с артериальной гипертонией. И я бы хотела, наверное, представить себя. Мой доклад первый. Меня зовут Блинова Наталья Владимировна. Я старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Евгения Ивановича Чазова. И мой доклад называется «Антигипертензивная терапия в реальной клинической практике. Тренд на применение фиксированных комбинаций». Да, действительно, тоже с этим выражением согласятся уже многие. И это устойчивое уже такое определение артериальной гипертонии, что артериальная гипертония – это тихие убийцы. Да, мы знаем, что по данным отчета ВОЗ, артериальная гипертония, она остается важным фактором риска. И уже практически 18 миллионов человек каждый год умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И известно, что больше половины из этих смертей обусловлены нелеченной или не до конца плохо контролируемой артериальной гипертонии. И среди основных осложнений, которые вызывают нелеченную или плохо контролируемую артериальную гипертонию, это, конечно, ишемическая болезнь сердца до 50% и более. Более 50% смертей от инсульта, а также от хронических заболеваний почек. Артериальная гипертония является одним из самых ранних факторов в континууме вот этих сердечно-сосудистых заболеваний. И несмотря на то, что она начинает и запускает этот континуум, плохо контролируемая артериальная гипертония, на каждом этапе этого сердечно-сосудистого континуума также вносит свой негативный вклад, как и на стадии развития шимической болезни сердца, развития различных аритмий, инсульта и, конечно, хронической сердечной недостаточности, тем самым, опять же, увеличивая риск развития других осложнений и, самое главное, смертности у данной категории пациентов. И в настоящее время мы знаем рекомендации, клинические рекомендации по лечению артериальной гипертонии, которые представлены и Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии в 2019 году, Российским кардиологическому обществу, наши национальные рекомендации 2020 года, и наши европейские коллеги в 2023 году также анонсировали новый документ по лечению артериальной гипертонии. Во всех этих документах представлен алгоритм лечения пациентов с артериальной гипертонией. Вы его прекрасно знаете, он кардинально, можно сказать, не поменялся. И, конечно, на первом этапе лечения пациентов с артериальной гипертонией мы должны прибегать к назначению комбинированной антигипертензивной терапии, инициировать именно скомбинированную антигипертензивную терапию. Но наши реалии говорят, к сожалению, и предоставляют нам совсем другие цифры. Доля назначения комбинированной антигипертензивной терапии в качестве стартовой, когда инициирующей терапии составляет, по данным Всероссийского скрининга 2023 года, это было посвящено исследованию скринингу лечения артериальной гипертонии, посмотрите, составляет менее 50%. 43,7% пациентов начинают свой, так скажем, путь лечения артериальной гипертонии именно с комбинации, как это рекомендовано и в наших национальных рекомендациях. И, опять же, 42%, где-то больше 40% начинают его с монотерапии. В качестве комбинированной терапии, опять же, разделяясь, так скажем, на половиночки, 48% принимают свободные комбинации и 41% фиксированные комбинации. И это, конечно, не может не удручать, потому что мы знаем данные, которые представлены были и исследованием СРФ, о котором я упомяну позже, но также это вот международные данные, которые были представлены в анкцете 2021 года, они показывают не удручающие, можно даже сказать, не то, что не очень хорошие, удручающие ситуацию по проблеме лечения артериальной гипертонии во всем мире. Мало того, что остается те же 50% пациентов, да, это красными, видим, красным цветом отмечены, 50% пациентов, которые не знают о своем заболевании, о наличии у них артериальной гипертонии. Но самое прискорбленное, что те пациенты, которые знают, да, часть из них не лечится, но из тех, которые получают лечение, антигипертонизированную терапию, опять же, лишь в половине этих пациентов у них контролируется артериальная гипертония. И больше 48% не достигают, к сожалению, целевых уровней артериального давления, несмотря на рекомендованную терапию. И вот как раз данные СРФ, о которых я, исследование, о котором я уже говорила, Выборка включала в себя 15 регионов Российской Федерации, ВОЗов с 35-64 года, больше 28 тысяч участников, и также распространенность 53 достаточно высокая, да, практически 54% среди этой категории пациентов. И, опять же, осведомленность 77%, охват лечения 63% и посмотрите, та же самая эффективность лечения всего лишь 44% пациентов. При анализе к факторам плохого контроля артериального давления, наряду с клинической инерцией, с несоблюдением врачами и клинических рекомендаций, конечно, на первую ступень выходит низкая приверженность пациентов к лечению. Низкая приверженность является одной из основных причин недостижений. Опять же, в всероссийском скрининге артериальной гипертонии 2023 года были проанализированы причины пропуска приема антигипертензивной терапии у пациентов. И основными причинами, наряду с высокой ценой препаратов, развитием побочных эффектов, предпочтением к альтернативной медицине, к основным причинам относилась прием по необходимости. Но здесь, наверное, категория пациентов, которые все-таки недостаточно были консультированы кардиологами, терапевтами о необходимости приема. И вторая причина, более трети пациентов забывали принимать препараты. И вот из этой группы пациентов было проанализировано, какое количество препаратов они принимали. И мы опять же видим, что 27% пациентов находились на монотерапии, что не очень показано по клиническим рекомендациям. И зачастую причиной забывчивости приема антигипертензивной терапии служила двухкратный или трехкратный прием антигипертензивной терапии. Если мы обратимся к статистике и динамике назначения антигипертензивной терапии пациентам с артериальной гипертонией на поликлиническом звене, это данные Национального регистра по артериальной гипертонии, который включает более 20 тысяч пациентов, мы здесь можем проанализировать и посмотреть. Слева здесь представлены все больные с артериальной гипертонией, справа представлены больные с артериальной гипертонией без сердечно-сосудистых заболеваний. То есть зачастую это молодые пациенты. И мы видим, что желтым цветом указано, что монотерапия по сравнению с 2010 годом, мы видим, что количество назначения монотерапии снижается, а также снижается и количество пациентов, которым назначена двухкомпонентная терапия. Не нужно беспокоиться о данном показателе, потому что мы видим положительный тренд в назначении трех- и четырехкомпонентной антигипертензивной терапии, что свидетельствует о более эффективном лечении данных пациентов, о коррекции им терапии при необходимости. Но существует все-таки группа пациентов, которым мы можем на старте лечения назначить монотерапию, нельзя про них забывать. Это пациенты старческого возраста, старше 80 лет, это ослабленные пациенты, чаще всего это с синдромом старческой астении, и пациенты низкого риска, это те лица, которые имеют первую степень артериальной гипертонии и не имеют факторов риска. Согласитесь, достаточно маленькая группа пациентов и большинству и другим больным с артериальной гипертонией необходимо назначение комбинированной терапии на старте лечения. И, конечно, такая рекомендация абсолютно обоснована, и в подтверждение этому хочу вам проиллюстрировать данное утверждение двумя исследованиями. С левой стороны мы видим данные метаанализа более 11 тысяч пациентов, 42 исследования, где было проанализировано назначение монотерапии различных групп препаратов, идиуретики, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциев каналов, и также назначение комбинированной терапии. Посмотрите, в светлые белые столбики было показано, что добавление любого препарата вне зависимости от группы к изучаемому давало больше эффект в снижении артериального давления, достижении целевых уровней артериального давления, чем удвоение дозы принимаемого препарата. Это прослеживалось у всех классов препаратов. С другой стороны, такое позитивное и эффективное действие на уровне артериального давления комбинированной терапии, конечно, выливается и в долгосрочной перспективе. Более 125 тысяч пациентов были распределены на две группы, анализировались, опять же, также в монотерапии, комбинированной терапии. Было показано, что на фоне приема комбинированной терапии у этих лиц достоверно ниже встречались сердечно-сосудистые исходы в виде хронической сердечной недостаточности, кардио-ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний и в целом смертности. Поэтому эффективность комбинированной антигипертензивной терапии проявляется не только в лучшем контроле артериального давления, но и в снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. И это, конечно, обосновано тем, что комбинированная терапия нацеливается на несколько механизмов, в отличие от назначения одного препарата, и тем самым достигается большее снижение артериального давления, большее защита повреждений органов, мишеней, наблюдается меньше побочных эффектов. Мы видим повышение приверженности пациентов, снижение инертности врача в отношении повышения дозы препарата. Но, конечно, в каждой бочке меда есть ложка дегтя, комбинированная антигипертензивная терапия. Все-таки это два препарата. Происходит так называемая нагрузка таблетками, которая является одной из причин снижения приверженности пациентов. Для иллюстрации данного выражения хочу вам преддемонстрировать данные опроса пациентов, которым предлагалось оценить, согласны ли они с выражением, что большое количество таблеток – это тяжелая нагрузка. И посмотрите, действительно, желтые и оранжевые – это когда пациенты были согласны с данным выражением. Конечно, более 6 таблеток с этим утверждением согласились больше 90% пациентов. От 4 до 6 таблеток с этим утверждением согласилось практически 80% пациентов. Но самое, наверное, удручающее, что даже до 3 таблеток приема более 50% пациентов также считают тяжелой нагрузкой. И, конечно, низкая приверженность к антигипертензивной терапии не может не выливаться в какие-то негативные последствия. Она связана с высоким риском развития сердечно-сосудистых событий смертности. В метаанализе, в котором было включено 44 проспективных исследования, более 2 миллионов пациентов, было показано, что высокая приверженность – это более 80% приема препаратов за период наблюдения. Она сопровождалась и приводила к снижению риска общей смертности на 29%, но практически на треть. И, с другой стороны, в другом исследовании более 18 тысяч пациентов спервые диагностированы артериальные гипертонии, у которых была выявлена высокая приверженность к лечению. Риск развития острых сердечно-сосудистых событий был ниже на 38% по сравнению с пациентами с низкой приверженностью. И какой выход из этой ситуации, повышение приверженности при назначении комбинированной терапии, конечно, это назначение фиксированных комбинаций. Еще в 2005 году в руководстве по артериальной гипертонии под редакцией академика Евгения Ивановича Чазова, Ирина Евгеньевна Чазовой, впервые, может быть, более так настойчиво было рекомендовано и была сформулирована необходимость по возможности назначать комбинированную терапию в виде фиксированных комбинаций. И только лишь в 2018 году наши европейские коллеги, в 2019 году Российское медицинское общество по артериальной гипертонии и в 2020 году Российское кардиологическое общество своих клинических рекомендаций по поведению пациентов с артериальной гипертонией опять же сформулировали уже необходимость у подавляющего большинства пациентов с момента инициации лечения использовать не просто комбинированную терапию, но и отдавать предпочтение фиксированным комбинациями. И такой вишенкой на торте, можно сказать, явился документ 2024 года, это «Консенсус экспертов Российского медицинского общества по артериальной гипертонии», где были освещены все позитивные моменты и необходимость применения фиксированных комбинаций в лечении пациентов с артериальной гипертонией. В этом документе проведены ряд исследований, которые подтверждают данное положение, и вот два из них, я хотела бы на них остановиться, на более такой серьезный метаанализ, 15 исследований, более 32 тысяч пациентов. Продолжительность наблюдений состояла от нескольких месяцев до 5 лет, и часть пациентов получала фиксированные комбинации, другая группа пациентов получала те же препараты, но в свободной комбинации, и по окончании наблюдения было показано, что процент достижения целевых уровней артериального давления в группе приема фиксированной комбинации был достоверно выше, отмечалось уменьшение числа обобоченных эффектов на фоне приема терапии в виде фиксированной комбинации, и, конечно, лучшая переносимость и лучший эффект снижения артериального давления, они вылились в повышении приверженности к антигипертензивной терапии в группе, опять же, фиксированной комбинации. Приверженность была достоверно выше, чем при приеме свободных форм комбинированной терапии. Другое исследование 2023 года, исследование STAR, где также это ретроспективное исследование, было проанализировано больше 57 тысяч пациентов, которые получали комбинированную антигипертензивную терапию. Пациентам были назначены свободные и фиксированные комбинации в различных вариациях, но в любом случае эти комбинации включали какой-либо блокатор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в сочетании либо с антагонистом кальция, либо присутствовала и такая тройная комбинация. В данном исследовании оценивалась частота сердечно-сосудистых событий и общей смертности. Но первоначально, естественно, по данным исследованиям было выявлено в первую очередь это процент пациентов, которые продолжали принимать назначенное лечение через 12 месяцев. И мы видим по вот этим графикам, что, конечно, в группе фиксированной комбинации, это темные черные столбики, пациенты достоверно, больше процентов продолжал принимать назначенное лечение, то есть прибежность к терапии была достоверно выше в группе приема фиксированных комбинаций. И это было однозначно более выражено в группе, вот посмотрите, трехкомпонентной терапии, и даже в группе трехкомпонентной терапии в свободных комбинациях пациенты прекращали прием намного раньше, чем те пациенты, которые принимали два препарата. При анализе уже показателей общей смертности, также в группе приема фиксированных комбинаций, мы видим достоверно ниже риск развития общей смертности по сравнению с приемом препаратов в свободных комбинациях. И такие же результаты, позитивное снижение частоты сердечно-сосудистых событий, достоверно прослеживался в группе приема фиксированной комбинации по сравнению со свободной комбинацией. Преимущества использования фиксированной комбинации заключаются и в простоте назначения, процесса тетирования дозы, то есть помимо снижения риска сердечно-сосудистых, осложнения общей смертности, есть еще и преимущества, которые, наверное, более легко оценить непосредственно самим пациентам. Это простота приема в первую очередь, что повышает приверженность к лечению, особенно если мы говорим о трехкомпонентной терапии. Также взаимное потенцирование антигипертензивного эффекта, которое выливается и проявляется в лучшем контроле артериального давления, и которое также видят пациенты, что опять же повышает приверженность их к лечению. Уменьшение частоты возникновения побочных эффектов, опять плюс к приверженности, повышению приверженности и исключение возможности использования непредпочтительных комбинаций. Поэтому в настоящее время, согласно всем рекомендациям, назначение комбинированной терапии в фиксированных комбинациях предпочтительно на каждом шаге назначения и коррекции антигипертензивной терапии. И что хотелось бы отметить, более важным достоинством фиксированных комбинаций является тот факт, что увеличение числа представителей антигипертензивных препаратов от монотерапии до применения трех даже компонентной комбинации при применении фиксированных комбинаций возможно без увеличения числа принимаемых таблеток. Это очень важно. То есть, допустим, если у вас пациент пришел на монотерапию, и вы ему корректируете терапию до двухкомпонентной, это в любом случае остается одна таблетка, и даже если вам необходимо добавить третий препарат, в настоящее время существуют трехкомпонентные фиксированные комбинации, опять же, для пациента это остается одна таблетка, одна капсула. И в настоящее время мы имеем большой арсенал выбора вот этих фиксированных комбинаций, в частности, в выбор фиксированных комбинаций широко представлен фирмой «Канон». Мы можем выбрать и сочетание блокаторов рецепторов ангиотензина, как с диуретиком, там и с блокатором кальциевых каналов, так и ингибитор АПФ с диуретиком, так же и блокатором кальциевых каналов. И самое, наверное, такое важное и приятное, что имеются и трехкомпонентные препараты фиксированные, которые содержат блокатор рецепторов ангиотензина, блокатор кальциевых каналов и диуретик. Данные препараты представлены в разных дозах, что помогает врачу тетровать при необходимости, увеличивать, может быть даже в некоторых случаях уменьшать дозы, переходить с одной ступени на двухкомпонентную терапию на трехкомпонентную терапию, но при этом не увеличивать количество таблеток, что очень важно. И одним из важных плюсов применения данных препаратов, фиксированных комбинаций и воспроизведенных препаратов является стоимость. И если вернуться к тому слайду, вот кусочек здесь я вам иллюстрирую, причины, по которым пациенты пропускали прием антигипертензивных препаратов, то посмотрите, что высокая стоимость препарата была причиной практически в два раза чаще, чем развитие побочных эффектов у пациентов. Поэтому, конечно, стоимость имеет значение и воспроизведенные препараты, которые полностью биопевалентны оригинальным препаратам, они произведены по стандартам надлежащей производственной практики, они нам помогают быть более доступными для пациентов и также увеличивать приверженность к лечению пациентов. Поэтому данные препараты, они существуют, но всегда возникает дилемма, и это очень частый вопрос, который задают. Мы знаем, что на старте лечения мы должны назначить двухкомпонентную терапию и выбрать либо назначить блокатор рецепторов ангиотензина, либо ингибитор АПМ, да, и к нему добавить либо диуретик и блокатор кальция в каналах. Как же выбрать? Конечно, нет строгих рекомендаций и четких алгоритмов, что в той или иной ситуации мы должны назначить определенные из перечисленных препаратов. Но если обратиться к ряду исследований, то можно какие-то моменты выделить. Вот, например, исследование у пациентов с артериальной гипертонией, метаанализ, у которых отсутствовали сердечно-сосудистые заболевания. Это я хочу отметить. То есть просто пациенты с артериальной гипертонией. Более трех миллионов человек, которые принимали монотерапию либо ингибиторами АПМ, либо блокаторами рецепторов ангиотензина, и через 18 месяцев наблюдения были проанализированы риск развития сердечно-сосудистых определенных событий. Мы видим, что разницы в риске развития сердечно-сосудистых событий у данной категории пациентов при приеме ингибиторов АПМ и блокаторов рецепторов ангиотензина не было. Но при оценке безопасности, конечно, в группе ингибиторов АПМ чаще возникали побочные эффекты в виде кашля от ангиогневротического отека и других. Поэтому здесь, наверное, для молодых пациентов с артериальной гипертонией, которые не имеют сердечно-сосудистых заболеваний, приоритетнее рассмотреть комбинации, которые будут включать блокаторы рецепторов ангиотензин. Если мы проанализируем данные российского национального регистра по артериальной гипертонии, то мы видим, что частота коморбидных состояний у пациентов, которые наблюдаются на поликлиническом звене, она достаточно высока. И здесь лидируют пациенты с артериальной гипертонией и шимической болезнью сердца, и пациенты с артериальной гипертонией и хронической сердечной недостаточностью. И вот здесь, опять же, обращаясь к рекомендациям и российского кардиологического общества, то есть они, в принципе, солидарны, и такие рекомендации существуют и повторяются. Единственное, что я взяла более наглядные схемы из европейских рекомендаций. В данном категории пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью, конечно, в равной степени можно назначать ингибиторы ЭПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина, но все-таки с определенной какой-то вот такой ремаркой в данных рекомендациях пытаются как-то намекнуть, я бы так сказала осторожно, что все-таки может быть начать терапию с ингибиторов ЭПФ, а при необходимости заменить их на блокаторы рецепторов к ангиотензин. В принципе, с этим мнением я тоже согласна, и вот у таких коморбидных пациентов с ишемической болезнью сердца, с хронической сердечной недостаточностью, наверное, целесообразно начать терапию с ингибиторов ЭПФ. При выборе второго компонента терапии, опять же, не существует каких-то строгих таких рекомендаций, но единственное, что я бы здесь хотела отметить, что мы знаем, что бессимптомная гиперарикемия является независимым фактором риска. У пациентов с артериальной гипертонией достаточно часто выявляется. В настоящее время этому посвящены и опубликованы два консенсуса по ведению пациентов с бессимптомной гиперарикемией. И здесь, конечно, необходимо обращать внимание, если данный пациент появился в вашем поле зрения с артериальной гипертонией, бессимптомной гиперарикемией, здесь нужно обращать внимание на сопутствующую терапию. И мы прекрасно все знаем, что лекарственным препаратам, которые могут повышать уровень мочевой кислоты, конечно, относятся к диуретике. Поэтому в данной группе пациентов с бессимптомной гиперарикемией и артериальной гипертонией, наверное, вторым препаратом лучше все-таки попробовать назначить блокатор кальциевых каналов. И свой доклад я хотела бы закончить, может быть, в такой не очень минорной ноте, но все-таки об этом необходимо говорить, что на пути применения фиксированных антигипертонезивных комбинаций в реальной клинической практике остаются определенные препятствия. Эти препятствия могут быть связаны и с личными предпочтениями пациентов, потому что пациенты долгое время принимают антигипертонезивную терапию, у них формируются свои привычки, предпочтения, и бывает сложно их переменить, особенно изменить, особенно у пожилого контингента пациентов. Также свободные комбинации могут быть использованы по организационным определенным соображениям, в частности с целью обеспечения доступности препаратов для пациента. Но и основное препятствие в более широком назначении фиксированных комбинаций, конечно, является то, что они не входят в формуляры многих учреждений и в списки жизненно важных лекарственных препаратов. И это делает более сложным их широкое назначение пациентам в стационаре, особенно пациентам с льготной категорией. Но в любом случае, как говорил Джим Рон, либо найдите способ, либо найдите оправдание, поэтому я уверена, что любые препятствия можно каким-то образом преодолеть, обойти. И я призываю вас это делать, и давайте постараемся использовать фиксированные комбинации как можно чаще, но, по крайней мере, это точно предлагается нашим пациентам для их удобства и для лучшей эффективности лечения артериальной гипертонии. Спасибо большое за внимание, и мы продолжаем нашу работу. Я с большим удовольствием даю слово Томиле Витальевне Мартынюк, руководителе отдела легочной гипертении и заболевания сердца, тоже Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Евгения Ивановича Чазовой. И как раз Томила Витальевна расскажет нам уже о лечении пациентов с легочной гипертензией, вызовы и возможности для лакоспецифической терапии, о чем говорит современный международный и российский опыт. Томила Витальевна, прошу вас. Большое спасибо, уважаемая Наталья Владимировна, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать всех вас на площадке Российского национального кардиологического конгресса. И сегодня мы будем говорить о проблеме легочной артериальной гипертензии и, наверное, самом новом российском препарате лакоспецифической терапии, который в прошлом году появился в наших руках. Итак, лак – это первая группа в клинической квалификации патологии. Патология артериальная. Это форма прокапиллярной легочной гипертензии, которая характеризуется ремоделированием сосудов дистального русла легких. Но опатоморфологической такой основой заболевания является не только возоконфликцию, но и эндотелиальная дисфункция, пролиферация, глоткомышечных эндотелиальных клеток, воспалительный процесс и тромбоз, институл. И все это вкупе приводит к повышению легочного сосудистого сопротивления, давления в легочной артерии. И, наверное, клиническая презентация пациентов наших зависит в большей степени от функционального статуса правого желудочка. Именно правого желудочного и сердечного недостаточного являются сценарием ухода наших пациентов из жизни. Ну а если говорить о диагностических критериях, рада сказать вам о том, что совсем недавно, буквально на днях, были одобрены российские рекомендации, которые называются легочная гипертензия, в том числе ХТЛГ, где вслед за европейским документом обновлены диагностические критерии. То есть мы теперь говорим о ЛАК, как в прекапиллярной форме легочной гипертензии, при величине среднего давления в легочной артерии выше 20 мм. при нормальной величине давления заклинивания и при величине легочного созидательного сопротивления, превышающего 2, а не как было раньше, 3 единицы воды. С 2012 года наш центр курирует российский регистр по проблеме легочной гипертензии. На протяжении последних 7-8 лет в фокусе внимания, безусловно, редкие, курабельные формы патологии, лак и ХТЛГ. И примечательно отметить, что 6 из 10 пациентов регистры это больные с лак, они моложе, чем пациенты с ХТЛГ, с отчетливой доминантой женщин в когортах больных. И обратите внимание, функционально эти пациенты соответствуют в половине случаев 3-4 функциональному классу. Ну а пропорции теологии вы видите на графике вправо. Идиопатическая легочная гипертензия и так было исторически, и это гомонизируется с данными зарубежных регистров. Первые в топ-листе порядка 41% больных. Но и российская история такова, что в спектре ассоциированных форм, не как в европейских странах и в Соединенных Штатах Америки, где первую строчку вынимает лак на фоне заболеваний синистной ткани, в нашей когорте это лак на фоне простых врожденных шунтов. Арсенал лак-специфических препаратов. Вот до последнего времени мы говорили о лак-специфических вододилататоров. Препаратов, которые воздействуют на гиперпродукцию эндотелина, дефицит оксида азота и троскоциклина. Совсем недавно появился за рубежом 4-й компонент этой схемы. Но о нас, коллеги, сегодня будет интересовать, безусловно, та мишень, на которую наиболее часто мы оказываем лекарственное воздействие. И ингибиторы после 10 раз типа 5 теперь в Российской Федерации, представлены не только селднофилом, но и тадалафилом, российским препаратом тадокардил. И с точки зрения эволюции лак-специфической терапии мы наблюдаем весьма интересную историю. Вот появление сототерспепта в 2024 году я сказала, но еще мы наблюдаем появление фиксированной комбинации, которая, кстати, включает тадалафил. Правда, в нашей стране этот препарат фиксированной комбинацией мистецинтан и тадалафила пока недоступен. А вот что примечательного мы можем видеть в этой схеме эволюции лак-специфической терапии? Да, мы привычно ожидали регистрации препаратов Российской Федерации спустя 2-3-5 лет после одобрения FDA Европейской медицинской организации. Но посмотрите, тадалафил оказался удивительным препаратом. После формальной регистрации его в 2009 году в Соединенных Штатах Америки мы ждали и надеялись, когда же препарат доберется до российских просторов. И посмотрите, только в 2023 году появляется тадалафил в виде российского, генерического и что радует весьма качественного препарата, который, безусловно, с точки зрения биоквивалентности хорошо изучен против оригинального препарата. А цирка 20 мг вы видите полное совпадение фармацинетических профилей. И еще раз подчеркну, что сегодня в Российской Федерации мы располагаем одним единственным тадалафилом, российским препаратом Тадокардил-Канон. Действующее вещество – это препарат тадалафил, эффективность которого, я вам это покажу совсем вскоре, показано на категориях пациентов это гиопатический лак и лак, связанный с заболеваниями поднительной ткани. Препарат назначается однократно в сутки на первом этапе 20 мг. И через эти 4 недели мы титруем дозу под контролем переносимости артериального давления до 40 мг в сутки. Класс ангибитровых хосфодистразы действует, безусловно, на уровне хосфодистразы типа 5. И такой сигнальной, знаковой для нас молекулой является уровень циклического гонодин-монофосфата. Это вторичный мессенджер оксида азота, который реализует эффекты вазодилатации, обратного ремоделирования легочных сосудов. И в работах экспериментального порядка эти эффекты хорошо просчитаны. Так мы знаем, что эффект вазодилатации реализуется за счет расслабления плоскомышечных клеток. Препарат воздействует на кальнивые каналы. А вот антиполитеративный эффект осуществляется благодаря активации пепсидных кинан. Первым из класса ингибиторов хосфодистразы типа 5 появился тилднофил. Кстати, примечательно отметить, что в европейском документе 2009 года мы увидим интересную вещь. Весь класс препаратов, влияющих на ректильную дисфункцию, тогда был запечатлен тилднофил, таделлофил, варденофил. Ну а в апдейтах европейского документа, безусловно, на пьедестале остался таделлофил после регистрационного исследования ФИОС и тилднофил по результатам исследования СУПЕР. Примечательно, что довольно быстро в зарубежной практике эти молекулы были изучены в сравнительном ключе. А я обращу, коллеги, ваше внимание на то, что длительность периода полуведения тилднофила, безусловно, нам дает уникальную возможность однократного назначения препарата, а не как в случае селднофила, не менее чем трехкратный прием требуется. Вот эту историческую работу я не могу вам не показать, потому что первый исследовательский интеллект был посвящен острым эффектам препаратов с точки зрения легочной воздилатации. Сравнивались все препараты, воздействующие на эректильную дисфункцию, которые перекочевали в поле легочной гипертензии. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что с точки зрения гемодинамических эффектов тилднофил безусловно уверенно обыгрывал иные препараты, снижая среднее давление в легочной артерии на 18%, легочное сосудистое сопротивление на 3% обеспечивал уверенный прирост сердечного выброса и не компрометировал насыщение артериальной крови кислородом. Безусловно, все препараты переживают этап первых скромных по численности больных исследований. И у тилдолофила таких было сразу несколько в начале 2000-х годов. Лидная доля из них была выполнена в ключе рентгензированных и даже двойных слепых исследований с плацебо-контролем. Ну и уникально, да, мы хорошо знаем, каким ключевым результатом мы стремимся у больных с выручной артериальной гипертензией, что в фокусе внимания был и функциональный ответ, обращу ваше внимание, что у больных 2-го, 3-го функционального класса появились первые обнадеживающие данные в плане прироста дистанции 36-минутной ходьбы, снижение индексированного значения легочного сосудистого сопротивления, ну и что чрезвычайно важно, улучшение, уменьшение времени до реализации клинического улучшения. А вот исследование ФИОС, это то регистрационное исследование, которое безусловно в доказательной базе по применению тилдолофила прилаг играет ключевую роль, должна вам сказать, что исследование по выборке было довольно мощным. В 84 центра в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Европе и Японии включили 405 пациентов 2-го и 3-го функционального класса и была в исследовании ФИОС вентитная карточка. Это допущение предшествующей лако-технической терапии. И такой терапией явился в изентал у половины когорты в исследовании. Ну и теология здесь неудивительно, выстроились пропорции больных, соответственно, регистрованы наблюдением, доминировали группы идиопатической лак и лак на фоне заболеваний с изнутри тканью. Именно поэтому эти две нозологические единицы сегодня в инструкции по применению препаратов. Второй и чаще третий функциональный клад в период включения. Классическая гемодинамическая картина исходна. Ну и обращу ваше внимание, что в формате регистрационного исследования тестировалось сразу 4 дозировки. Подолосилось 2,5-10, 20 и 40 против плацебо. Ну и неудивительно, что уже регистрационное исследование вывело на орбиту эффективную дозировку 40 мг, которая привела пациентов к устойчивому и достоверному приросту дистанции в тесте шестинозной ходьбы против плацебо на 33 метра. И безусловно, мы должны подчеркнуть, что наибольший функциональный выигрыш получали, конечно, прежде нелеченые пациенты. Но хочу, коллеги, обратить ваше внимание на то, что 16 недель введения хватило для того, чтобы убедить нас во влиянии подолосила на снижение риска клинического ухудшения. Оно составило 68%. Ну а дальше львиная доля пациентов-участников исследований ТЁС вступает в исследование ТЁС-ТУ. Это открытое уже такое наблюдение, где сравниваются дозы 20 и 40 мг. И мы видим, что, конечно, с позиции влияния на время до клинического ухудшения дозы 40 мг в сутки выглядело довольно уверенно. Профиль нежелательных явлений совпадал с результатами исследований ТЁС. Была подтверждена оптимальная переносимость терапии. Ну а результаты пост-хок-анализа показали, что применение бодинтана в качестве фоновой терапии при назначении тодолосила ассоциировалось к меньшим и низкому клиническому ухудшению. По лице профиля нежелательных явлений обратим внимание, что для тодолосила наиболее часто 10% случаев отмечается головная боль и дискепсия. Остальные нежелательные явления довольно-довольно редко. И с позиции фармакокинетических характеристик обратим внимание, что для тодолосила помимо длинного периода полумедения 15,5 часов есть особенность эксклюзивное влияние на цитохром 3А4, выведение не только через ЖКТ, но и в 36 случаях через почки. С позиции межлекарственных взаимодействий серьезная перекличка для тодолосила и тодолосила. И мы фокусируемся, безусловно, на индукторах, ингибиторах ститохрома 3А4 в случае тодолосила. Особой яркой страничкой в изучении тодолосила явилось его применение в составе стартовых комбинированных схем. Начиная с 2015 года больным низкого промежуточного риска предлагается такой подход, как начальная пероральная комбинированная терапия. Безусловно, фаворитами становятся антагонисты рецепторов эндотелина в альянсе с тодолосилом. И первым таким аккордом явилось исследование Амбишн, которое впервые показало, что в долгосрочном ключе инициация амбрезентальной тодолосила у больных 2-го и 3-го исходно-функционального класса достигается снижения риска прогрессирования лак в половину по сравнению с когостами монотерапии. Вот почему в 2015 году эта пара препаратов буквально взлетела на первую строчку европейского документа. И мы видим, для 2-го и 3-го функционального класса наивысший класс 1, уровень показательности B, а дальше мы переживали вскоре после появления результата Амбишн весьма волнительный период, потому что сначала появилось небольшое исследование 4-й фазы от французской группы, включавшая всего 46 пациентов, в котором в открытом режиме больным впервые установленный лак 2-го и 3-го функционального класса предлагалось стартовое комби мацетинтаном 10 мг и тодолосилом 20 мг. вы видите блистательные результаты краткосрочного 16-недельного исследования, где почти в половину снижение легочного сосудистого сопротивления на 68% снижения BNP и, что неудивительно, довольно уверены, как это было в исследовании, плюс прирост дистанции в тесте 6-минутной ходьбы. Примечательно отметить, что формата 16-ти недель хватило для того, чтобы устойчивой когортой пациентов наблюдалось отчетливое улучшение функционального класса. Вы видите эти столбики, да, что появляется каждый пятый пациент с первым функциональным классом, улучшение функционального класса у 63% больных, но и с позиции критериев низкого риска, которые включали генетинамические детерминаты, мы видим, как приращивают больные к 16-недельной точке количество показателей низкого риска, общая доля пациентов с улучшением профиля риска до низкого составила 73%, но и примечательно отметить, что вот в прошлом году уже были опубликованы результатные исследования с первичной и конечной точкой снижением легочного сосудистого сопротивления при применении мацетентальной табилотила в составе фиксированных комбинаций у больных 2-го и 3-го функционального класса, причем больные вступали в исследование либо в раннем леченном статусе или получали стабильные дозы антагонистов рецепторов элитерина или ингибиторов хосфодистераза типа 5. То есть проводилась такая своеобразная эскалация лечения. И мы видим, что пара препаратов мацетентан и табилотил уверенно обеспечили снижение ЛСС на 44-45%, что было вдвое выше того, что давал препарат в сольном режиме, мацетентан или табилотил. И в качестве иллюстрации, вот одна из наших первых пациентов, которая получила тадокардил кардио, тадокардил канон, извиняюсь, интересная пациентка, у которой в 3-летнем возрасте был ушит врожденный порог, сердце открытый баталов проток. И как вы видите, спустя годы, начиная с 2020 года, появляется одышка пневмической нагрузки, отечность суставов кистей рук, вслед мышечная слабость, повышенная утомляемость. Надо сказать, что больше года пациентка шла к диагнозу перекрестный синдром дерматениозип-клеродерма и пришла к рафт-центру в январе 2022 года уже с манифестацией синкопально-состоянной. Мы видим, что это больная высокого риска. У нее были явления про желудочную сердечную недостаточность, зашкаливающий уровень интипровиентри. И на том витке истории мы стартовали с моцетентана, хотя в сегодняшней исторической точке, конечно, мы бы могли повторить исследование оптима. Тадалафил был назначен лишь в августе 23-го препарата, 3-го года, когда препарат стал доступен. И надо сказать, что на плечах моцетентана пациентка уже получила уверенный функциональный ответ. Мы справились с явлениями КСМ. Больная достигла второго функционального класса. Высоковат ЛТ, про ДНП. И вот в этой точке мы стартуем с белосилом 40. И эта доза позиции переносимости и артериального давления оказалась достаточной. Спустя 9 месяцев вы видите, что пациентка модифицировала риск до низкого. И хочу особенно отметить, что нам удалось отойти от петлевых диуретиков. Совсем недавно мы с грустью смотрели на европейский документ 2022 года и понимали, что можем реализовать лишь те строчки, которые я выделила красным цветом коллеги для вас. Да, в формате начальной терапии прежде мы могли рассматривать назначение антагонистов рецепторов ИСИЛ-Доносила с робким классом доказательности 2А. А что же сегодня? Вот в проект российского документа был включен препарат тадалафил. А это значит, что в российской практике мы сможем в полной мере реализовать тот посыл, который прослеживается в точке зрения доказательной базы назначать препарат амбрезентар, кофе с тадалафилом или мацетентар и тадалафил. Хочу привести выдержки из новых российских рекомендаций, которые отчетливо обозначают нишу по применению тадалафила. Посмотрите, для больных низкого риска бессердечно-лёбочной коморбидности тадалафил может звучать вот здесь в формате начальной монотерапии с потребностью в оценке результатов в ближайшие 3-4 месяца и решение вопроса об эскалации терапии при необходимости. Если же перед нами пациент без коморбидности промежуточного риска, то вот здесь мы стартуем с ангибистера кофе с тадалафил типа 5 и антагонистов рецепторов андотерина. Тадалафил встраивается в тройные схемы, включающие препараты простоциклинового пути. Ну и обращу ваше внимание, что безусловно стартовая комбитерапия сегодня прописана в ключе антагонистов рецепторов андотерина, масочентана или абрезентана и тадалафила, последовательная комбитерапия через призму исследования ФЕС тоже дает место тадалафилу к предшествующей терапии абрезентана. Но и в стратегии переключения мы найдем искомую строку. Это возможность переключения с одного препарата на другой в рамках одного класса. И хочу, коллеги, сказать вам о том, что в зарубежной практике буквально в первые годы после регистрации препарата тадалафил такой опыт был накоплен и в 2017 году был опубликован довольно мощный систематический обзор пяти исследований с длительностью наблюдения до 12 месяцев. Те пациенты, которые были переключены с талденофила на тадалафил. И надо сказать, что первый опыт, он связан с небольшим исследованным сетаром 33 больных слаб, которое показало, что перевод с талденофила на тадалафил приводил к большей удовлетворенности пациентов к качествам лечения с позиции нежелательных эффектов и удобства приема. И любопытные данные были получены в ходе метаанализа. Те пациенты, которые не могли принимать талденофил и изразить побочных эффектов, больше чем в половине случаев смогли перейти на тадалафил препарат класса ингибиторов после 10 разу типа 5. Ну и довольно уверенный, мощный опыт прослежен в практике наших американских коллег. Посмотрите, пожалуйста, более 2100 пациентов, которым впервые назначался тадалафил или селденофил, оригинальные препараты. Вот здесь примечательно отметить, что общая приверженность лечению для класса препаратов составила 46,8%. Но посмотрите, пожалуйста, если сравнить приверженность к лечению при применении тадалафила, то, конечно, шанс на успех, он отчетливый. Почти 61% больных против 44% в случае селденофила. И вот сегодня, коллеги, мы безусловно, еще раз подчеркнем, что препарат тадалафил, тадакардил канон сегодня будет уже в новом российском документе. И мы прогнозируем весьма большой потенциал для применения препаратов в российской практике. Давайте еще раз в финале моего монолога обозначим, обозначим те ниши, в которые встроится самый новый из глаз специфических препаратов в России препарат тадалафил. Итак, это монотерапия для больных с отрицательной пробой на возреактиве. При отсутствии значимой сердечно-легочной коморбидности в установленном низком риске вот этой категории пациентов тадалафил в режиме монотерапии. Еще очень важный момент. Вот вслед за европейскими рекомендациями для больных с коморбидностью есть особый сценарий, независимо от профиля исходного риска, стартовать с одного препарата. И с нашей точки зрения это может быть весьма удобная и целесообразная даже ниша, связанная с тадалафилом. Ну и безусловно мы не можем не взять на вооружение те доказательные данные, которые связаны с применением стартовых комбинированных схем. Да, свободных, но хорошо просчитанных этот тадалафил или абразентант вкупе с тадалафилом для пациентов без коморбидности промежуточного риска. Ну и безусловно мы возьмем за основу результатный следный тез, где напомню 53% получали тадалафил в след за абразентантом и показали уверенный функциональный генединамический результат и даже влияние на прогрессирование лак. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Спасибо большое, уважаемая Тамила Витальевна, за такое подробное представление. И я думаю, что у нас у всех тадалафил будет уже в понимании, как его точно назначать, какой кагорте пациентов. Спасибо большое. И мы продолжаем дальше нашу работу, наш финальный доклад. Мы возвращаемся к проблеме артериальной гипертонии. И с большим удовольствием представляю вам Аксену Ивановну Владимировну, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Евгения Ивановича Чазова. И Анна Владимировна нам представит доклад «Место кондосартана в реальной клинической практике в 2024 году». Анна Владимировна, прошу вас. Большое спасибо, Наталья Владимировна. Добрый день, Тамила Витальевна, коллеги. Появился, да? «Место кондосартана в реальной клинической практике» название моего доклада сегодня, в 2024 году. «Конфликтов интересов у меня нет». И мы начинаем с той же схемы, которую уже представляла Наталья Владимировна. Это схема лечения артериальной гипертонии, которая опубликована Европейским обществом по артериальной гипертонии и также поддерживается Российским обществом по и обществом по артериальной гипертонии. Наши пациенты, конечно, могут начинать терапию с монотерапии, о чем также говорила сегодня достаточно подробно Наталья Владимировна, но таких пациентов немного. И может быть назначен, конечно, любой препарат любого антигипертонизмного класса, который зарегистрирован в Российской Федерации. Это пациенты, повторю, низкого риска и артериальным давлением ниже 150 на 95, пациенты с нормальным давлением, с повышенным нормальным давлением и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, то есть те пациенты, которым все-таки снижение артериального давления приносят пользу в снижении риска сердечно-сосудистых катастроф в будущем. И у хрупких и пожилых пациентов. В основном же мы начинаем терапию, стартовую с комбинированной терапией. И первый препарат, который мы должны выбрать, это препарат либо ингибитор ангиотезопровощающего фермента или блокатор рецепторов к ангиотензина, в сочетании с блокатором кальциевых каналов или добавление циазидного или циазидоподобного диуретика. Следующей ступенькой в этой схеме является комбинация всех трех препаратов, желательно в одной таблетке, как уже тоже говорил Анталия Владимировна. И дальше при недостижении целевых значений артериального давления у пациентов с истинно резистентной артериальной гипертонии добавляется в качестве терапии вершперон. Что же мы должны выбрать? Ингибитор ангиотезопровощающего фермента или блокатор рецепторов к ангиотензину. То же исследование, которое сегодня уже было демонстрировано, это метаанализ данных трех миллионов пациентов, который анализировался, анализировалась терапия ингибиторами антицветающего фермента и блокаторами рецепторов к ангиотензину. Как вы видите, никакого влияния выраженного на непреимущество в влиянии на развитие конечных точек, это риск развития инсультов, инфарктов, конечной сердечной недостаточности или комбинированные сердечно-сосудистые точки, не было преимущества ни ингибиторов, ни блокаторов рецепторов к ангиотензину. Они одинаково эффективно снижали развитие сердечно-сосудистых катастроф. При одинаковой эффективности безопасность этих классов препаратов и переносимость их лечения несколько различается. Да, у ингибиторов чаще отмечалось развитие кашля, ангионезотического отека, панкреатита и желудочно-кишечных разлечений. Поэтому блокатор рецепторов к ангиотензина выглядит достаточно хорошо в этом мысли. в этом метаанализе. То же самое мы видим в приверженности лечения. Приверженность пациентов на лечение, на терапии блокаторов рецепторов к ангиотензину гораздо выше, чем приверженность к лечению остальными классами антигипертензивных препаратов. Несмотря на то, что приверженность является в настоящее время бичом современного общества и невозможно увидеть только 50% пациентов приверженной терапии, пока не получается. Несмотря на усилия всего сообщества врачей, эта приверженность сильно значимо увеличить. Но блокаторы рецепторов к ангиотензина здесь занимают первое место. То же самое мы видим по степени снижения систолического артериального давления. У класса, этого класса препаратов, также лезвизирующее значение. И уровень артериального давления систолического снижается приблизительно одинаково при назначении всех классов препаратов. Однако у блокаторов рецепторов к ангиотензина все-таки чуть-чуть лучше. Это отдельные исследования, на основании которых в основном строились метаанализы. И вы видите, что при анализе различных исследований приверженность к лечению при сравнении блокаторов рецепторов к ангиотензина и ингибиторов ангиотензина упрощающих элементов. Блокаторы рецепторов к ангиотензина выигрывают, и в некоторых исследованиях эта разница составляет почти 1,8 раза преимущество приверженности к лечению блокаторов к ангиотензина. Итальянское исследование, вернее анализ, 44 тысячи пациентов, которые находились на монотерапии, начиная от 40 лет, тоже с приверженностью не очень все хранилось. Мы видим, что в течение 5 лет прекратили прием препаратов около половины, то есть 50% пациентов, то есть каждый второй. Каждый пятый пациент в течение 5 лет добавил какой-то препарат, еще второй, и чуть меньше, где-то 13% поменяли один, например, один класс препаратов на другой. На этом фоне тоже блокаторы рецепторов к ангиотензина, вы видите, выглядят, имеют преимущество перед остальными классами препаратов. Прекращали лечение этой группы препаратов до раза меньше пациентов, чем на лечении другими классами препаратов. К тому же, эти препараты, этот класс препаратов очень хорошо изучен. Начиная с 1997 года, проведено множество исследований, которые рандомизированы в двойных степах контролируемых, которые доказали преимущественное значение этих классов в снижении риска сердечно-сосудистых катастроф, снижении смертности у пациентов с сердечной недостаточностью, у пациентов, перенесших импартт миокарда, у пациентов высокого риска и у пациентов с заболеваниями почек. Причем много исследований, например, такие, как исследование ШАРМ при исследовании сердечной недостаточности, исследование СКОУ по пациенту с артериальной гипертонией и высоким риском проводились с кондесартаном. Также метаанализ очень достаточно большой, 40 тысяч пациентов, более 300 исследований, которые проанализировали антигипертензивный эффект различных классов препаратов и, как видите, блокады рецепторов также здесь занимают лидирующее значение. По возможности назначения препаратов этой группы эта возможность достаточно широкий. Препараты показаны при наличии поражения органов мишени, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они снижают, доказано снижение гипертонфии левого желудочка. Оказаны преимущества при назначении бессимптомного у пациентов с бессимптомным атеросклерозом, у пациентов с поражением стенческого болезни почек третьей степени, наличием альбоминурии и соотношением альбомин-пиотенина до 300 мг на грамм. У пациентов, у которых цели вторичной конфилактики, у пациентов, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания, церебровоскулярные заболевания, хроническая болезнь почек, у пациентов, которые перенесли импакт миокарда, острое нарушение бутылового кровообращения, у пациентов с эшемической болезнью сердца, стабильность анкардии, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и хроническая болезнь почек в продвинутых стадиях, до 4-5 стадии хронической болезни почек и наличием выраженной протеинурии, пациенты с заболеванием периферических артерий. И отдельную группу можно выделить пациентов с надежным особым клиническим группом. Это пожилые пациенты, пациенты, для которых важно отсутствие резких полибаний уровня артериального давления, отсутствие ортостатических реакций, пациентов с изолированной систолической артериальной гипертонией, тоже, как правило, пожилые пациенты, у которых часто развивается гипертония и повышенный риск инсульта пациенты с метаболическим синдромом и с сахарным диабетом. В плане сахарного диабета показателен метаанализ 22-х рандомизированных клинических исследований более 143 тысяч пациентов, который показал, что при назначении плакатор-прецепторов к ангиотензину снижается риск развития сахарного диабета по сравнению с грибгинеквассами препаратов. Это происходит за счет того, что блокады рецепторов к ангиотензина способны улучшать чувствительность к инсулину, уменьшают массу жировой ткани, уменьшают размер адипоцитов, увеличивают экспрессию жировой ткани ППАФ и рецепторов, и его целевого гена адипоцитина, независимо от влияния на артериальное давление и концентрацию инсулина в плазме. Это достаточно интересный феномен, который в других исследованиях также был показан. Очень модное сейчас рассуждение о применении плакатор-прецепторов к ангиотензина у больных с COVID-19. Вы помните, что в начале эры, уже можно сказать, с COVID-19, были распространены такие анализы, стоит ли в принципе назначать этим пациентам гибиторы ангиотензина, из-за обращающего терминента или плакатор-рецепторов к ангиотензину. Исследование, анализ европейского регистра около 2000 пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, достаточно тяжелые у пациента, включались в этот регистр, показал, что как раз приема плакатор-рецепторов к ангиотензина-2 связан со снижением смертности пациентов с COVID-19, даже по сравнению с назначением гибиторов ангиотензина, то есть упрощающего терминента, либо с пациентами, у которых не было никакого назначения этих классов препаратов. Увеличение частоты онкологических заболеваний тоже, если можно так выразиться, достаточно модная тема. При проведении антигибиротензинного лечения, как вы видите здесь тоже, частота развития рака легких при назначении ингибиторов ангиотензина-3 şeker мента, ниже, чем при назначении ингибиторов ангиотензин-3 şeker мента. Блокаторы рецепторов ангиотензинария выигрывают. Улучшение когнитивной функции. Огромный анализ, 18 тысяч пациентов, который показывает, что уменьшение прогрессирования снижения когнитивной функции наиболее выражено при назначении блокаторов рецепторов ангиотензима. Препараты этой группы достаточно разнородны и если остановиться о препарате, о котором мы будем говорить сегодня, это кондесартан, у этого препарата есть ряд отличительных положительных качеств. Этот препарат является пролекарством. Он не связан с воздействием пищи, что клинические врачи согласятся. Каждый второй пациент спрашивает, когда нужно принимать препарат, до еды, после еды, можно ли его принимать, если пациент уже поел. Поэтому, да, кондесартан не связан с воздействием пищи и может быть принят в любой момент. Максимальная концентрация достигается достаточно плавно, что важно для пожилых пациентов. И самый красивый эффект – это длительность действия препарата. Период полувведения кондесартана очень длительный, что позволяет пациентам, даже если они пропускают прием препарата, на следующий день оставаться под защитой антигипертензимного эффекта предыдущего приема. Выведение кондесартана преимущественно через печень, но через почки также выводится одна треть препарата и широкая возможность дозирования. По своему антигипертензимному эффекту кондесартан также сравним с остальными препаратами этой группы и даже превосходит несколько других представителей этого класса. Те характеристики на данном слайде, которые позволяют выделить кондесартан как один из наиболее удачных представителей своего класса. Это высокая селективность к рецепторам антигипертензима-1 и медленная диссоциация препарата, позволяя препарату накапливаться и повторно связываться, с антигипертензимным рецепторами. Как раз иллюстрация того, о чем я говорила в предыдущем слайде. Прошло 24 часа, пациент забывает принять новую таблетку и несмотря на это сохраняется антигипертензимный эффект. Нет провала антигипертензимного эффекта и повышения уровня артериального давления, как при приеме других представителей данной группы. Комплексно-органопротективные действия. Несколько исследований я уже затронула, но более подробно расскажу о некоторых из них. Данное исследование, которое были проведены у пожилых пациентов, пациенты в это исследование включались старше 70 лет. Само исследование длилось 3,7 года, то есть почти 4 года. И исследование продемонстрировало снижение риска нефатальных инсультов на 28% у пожилых пациентов. Исследования, которые были проведены в Японии, тоже больше 4000 пациентов были включены в это исследование. Также чуть более 3 лет проводилось само исследование. И были получены данные о том, что применение кондесартана уменьшает гипертерапию миокарда левого желудочка. И, что также очень важно, снижает риск развития диабета после 3 лет наблюдения. Программа Дайрект, тоже около 4000 пациентов, по 5 лет наблюдения, включались пациенты с диабетом, с атом диабетом первого типа и второго типа. При изучении выраженности ретинопатии были получены различные данные. При диабете первого типа отмечалось снижение частоты прогрессии, уже имеющейся ретинопатии, но не отмечалась ее регрессия. А как раз при диабете второго типа отмечалась регрессия, то есть снижение выраженности, уже имеющейся ретинопатии, у пациентов также наблюдалось 34%. И очень маленькое исследование комбинации кондезортана с аторуэстатином по сравнению с монотерапией аторуэстатином у пациентов. В одной группе пациентов было 20, в другой 16. Однако этим всем пациентам было проведено за 2 года наблюдения 64 исследования мультиспиральной компьютерной томографии, которая изучала выраженность атеросклероза в артериях, в коронарных артериях, в слове и в коронарной артерии и аорта. И было показано, что при назначении монотерапии аторуэстатином изменения бляшек, их увеличения отмечено не было, тогда как в комбинации с кондезортаном отмечалось некое снижение выраженности атеросклероза в артерии и отмечено поражение. При хронической сердечной недостаточности кондезортан был изучен в трех исследованиях, которые были объединены с общим названием SHARM. Исследования различались по своей структуре. Одно исследование, два из них включали пациентов с фракцией выброса меньше 40 или равными 40, и одно включало пациентов с фракцией выброса более 40. И исследования показали, что да, кондезортан снижает сердечную посудистую смертность, снижает госпитализацию из-за застоянной сердечной недостаточности и позволило выделить кондезортан как один из наиболее доказанных препаратов для лечения хронической сердечной недостаточности. Использование кондезортана при вершине мозгового кровообращения. Ранее я уже говорила о том, что назначение кондезортана снижает риск развития острого мозгового кровообращения. Это исследование было проведено у пациентов, у которых уже случилось ОНМК, и пациентам назначался кондезортан по сравнению с плацебо. На первом рисунке вы видите, что нет разницы по антигипертензивному эффекту при назначении кондезортана и плацебо. Однако при этом развитие, это не являлось, антигипертензивный эффект не являлся основной целью этого исследования. Это исследование как раз показало, что назначение кондезортана вне зависимости под развитие антигипертензивного эффекта приводит к уменьшению риска сердечно-сосудистых событий. То есть уменьшение вот этой кумулятивной точки практически в два раза. Видите, что разница у нас через 400 дней, полтора года составила практически 50%. Препарат андиокант, препарат фирмы Танонфарма, полностью эквивалентен оригинальному кондезортану от Аканда, но при этом стоимость его значительно ниже по сравнению с оригинальным, в 4,5 раза, что для наших пациентов, конечно, является одним из значимых факторов для приверженности терапии и снижения рисков сердечно-сосудистых и тереброоскулярных событий. Исследование антигипертензивной эффективности на монотерапии андиокантом было также проведено. В это исследование были включены 54 пациента, 55 лет – это средний возраст, из них более трети были представлены мужчинами с неосложненными или и ранее нелеченными или неконтролируемыми на фоне монотерапии артериальной гипертонии. Всем пациентам в начале исследования измерял их клиническое артериальное давление, проводил суточное монотерирование артериального давления, выполнялся биохимический анализ крови для оценки безопасности терапии, а также операционная атомометрия и эко-кардиография. Уже через неделю у пациентов наблюдался отчетливый клинический эффект, то есть снижение по данным офисного артериального давления, уровня систолического давления и диастолического давления. Через 4 недели антигипертензивной терапии наблюдалось достоверное снижение медиана систолического и диастолического давления до 138 на 88 мм артурного столба. При этом целевые значения клинического давления по данным офисного артериального давления уже были достигнуты у 61% пациента. И что наиболее важно, то по данным СМАК, того метода, который наиболее точно отражает изменение уровня артериального давления, снижение суточного давления до целевых значений было зафиксировано в 68%, то есть даже больше, чем при измерении клинического артериального давления, что бывает не так часто. И изменение суточного профиля также было положительным, и доля нон-диперов после 4 недель терапии снизилась с 26% до 15%, практически в половину. Оценка центральных гемодинамических эффектов также была проведена через 4 недели и отмечала значимое снижение центрального систолического давления, диастолического давления и центрального пульсового давления. По данным эхокардиографии, не было значимого влияния на показатели эхокардиографии, но в качестве клинического наблюдения можно отметить, что у двух пациентов исчезли признаки диастолической рефункции левого желудочка. Сказатели безопасности этой терапии также очень хорошие. Мы видим, что нет никакого ухудшения значения креатинина, скорости клубочковой фильтрации, мочевой кислоты, указатели калия, магния, натрия и хлора. И приверженность терапии, что очень важно, составила 94%. В том 4-недельной в качестве заключения, можно сказать, что 4-недельная монотерапия российским препаратом диастолитана, это ангиокан, о котором мы говорим, в дозе 16 мг в сутки, у пациентов среднего возраста с неосложненным инфолируемой артериальной диастолитой ракторой степени, приводит к значимому снижению как у эхокардиологического, так и центрального и столического, актерального давления, диастолического и пульсового давления. Отличается высоким профилем безопасности. И несколько слов в качестве дополнительных интересных моментов, которые в клинической практике мы можем использовать именно для кондесартана. Это использование кондесартана для профилактики медрении. В настоящее время существует всего 2 таких исследования больших, хотя в рекомендациях по лечению головной боли много обществ по лечению головной боли негрологических мировых Канада, американского общества, итальянского общества, внесли кондесартан как средство профилактики медрении. Из более чем 8 тысяч пациентов, причем, кстати, эти исследования первые проводились у пациентов с артериальной гипертонией и наличием медрении. И то исследование, которое я хотела показать вам сейчас, в стадости человеков, проводилось у пациентов, которым Канадесартан не назначался по показаниям артериальной гипертонии, а применялся только для лечения медрения. При назначении этого препарата у пациентов с медрению количество дней с головной болью в месяц снизилось на 5, то есть практически на четверть от того, что было в начале терапии. При наличии в настоящее время в наших реалиях Российской Федерации, при наличии показаний для значения Канадесартана или блокаторов-процессоров кондиотензина и наличии пациентов мигрени, Канадесартан имеет дополнительные преимущества. И очень интересное исследование, это исследование безопасности и биомаркерных эффектов кондиотензина у взрослых без гипертонии, но с прадормальной болезнью Альцгеймера. Для пожилых пациентов достаточно актуальная тема. Исследование, в которое было включено 77 пациентов старше 50 лет без гипертонии, то есть средний возраст 68 лет, и пациенты были рандомизированы двойной слепой исследований в группу Канадесартана или в группу Плацебо. Время наблюдения составило 1 год, контрольные точки были через 6 месяцев и через 12 месяцев. При отсутствии симптомов гипотонии почечной недостаточной степи гиперкалимии, то есть с хорошим профилем безопасности, Канадесартан показал уменьшение накопления амилоида в мозге, это верхние графики, которые показывают в фильме. Это увеличение амилоида в спинномозговой жидкости, что является отражением его уменьшения в головном мозге. Улучшение когнитивных функций, увеличение функциональных сетевых связей в подкорковых областях, улучшение исполнительной функции и тенденция к улучшению глобальной когнитивной функции. Пожилые пациенты тоже очень актуальная тема, учитывая ортостатические реакции и часто наличие хрупкости у таких пациентов. Канадесартан тоже имеет свои преимущества, поскольку исследование, которое было проведено у пациентов старше 75 лет, 650 человек, что важно, кандесартан не влиял на нормальные ортостатические изменения артериального давления и для таких пациентов крайне важно отсутствие резкого изменения уровня артериального давления, то есть скорости повышения, утреннего повышения артериального давления, что, как правило, связывает с увеличением риска инсульта. Но кандесартан здесь также показал себя очень хорошо. Являлся эффективным антигипертензивным средством у пожилых пациентов. Начало действия было плавное, без преувеличенного ответа после назначения первой дозы и без постуральной гипотензии. Коррекции дозы кандесартана у пациентов пожилого возраста не требуется. И достаточно такой тоже живописущий вопрос для клинических врачей это применение кандесартана у больных с клинической болезнью почек, применение блокаторов рецепторов кандиотензина. До снижения скорости почковой фильтрации ниже 30 мм не требуется никакой коррекции дозировки кандесартана. То есть остается та же самая дозировка. И при снижении скорости почковой фильтрации ниже 30 мм необходим контроль функций почек, электролитов и так далее. Исследования у пациентов как раз с низкой, с снижением скорости почковой фильтрации меньше 30 мм зачастую в этом исследовании было около ниже 15 мм но без трансплантации. То есть эти пациенты были проанализированы пациенты, которые получали ингибиторы или блокаторы рецепторов кандиотензину. Пациенты, которые не получали такой терапии, которые периодически получали и пациенты без назначения препаратов блокирующих ленин ангибиотензиногистероновую систему. Им было показано, что назначение этих препаратов не приводит к увеличению прогрессии, к снижению скорости кубочковой фильтрации и развитию хронической почечной недостаточности. И к увеличению смертности. Также у пациентов, которые сейчас практически все комморбидные, очень важно. На этом я завершу твой доклад. Большое спасибо. Спасибо большое, уважаемая Анна Владимировна, за очень интересный, подробный, такой глубокий анализ данного препарата. Я думаю, что мы впитали в себя вот эти новые знания и возможности этого препарата и можем его использовать у пациентов с артериальной гипертонией и с определенными комморбидными состояниями, на которых Анна Владимировна сделала акцент. И, дорогие коллеги, спасибо большое, что вы присоединились к нашему симпозиуму. Я благодарю фирму Canon Pharma за поддержку данного симпозиума и, конечно, за возможность иметь в своем арсенале те препараты, которые мы продемонстрировали для лечения как артериальной гипертонии. Это фиксированный комбинацией, что очень важно. Ну и, конечно, для лечения легочной гипертензии препарата Delafil, который более реален, так скажем, для использования и мы можем его применять у данных пациентов в связи с более доступностью, с более высокой доступностью данных препаратов. Поэтому спасибо большое за внимание и увидимся на следующих симпозиумах конгрессов. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok